Всем привет! Вы находитесь на канале Пешенкастик. Меня зовут Дмитрий. На зимнюю рыбалку я отправляюсь ловить платву. На этом видеоролике я хочу поговорить не о том, как я буду ловить платву, пусть моя зимняя рыбалка послушает, как говорит с афоном, а хочу рассказать о тех ошибках, которые многие из вас допускают при ловле платвы, когда особенно происходит перепад температур. Вчера на улице была минус 17 градусов, сегодня температура достигла нуля. И в таких ситуациях обычно рыба очень плохо клюет. Очень много пассивной рыбы. И как уйти от нуля, я попытаюсь рассказать, возможно, многим этот, как говорится, опыт пригодится. Я часто слышал за пределами палатки разговоры других людей, когда один спрашивал другого, клюет у него или нет. Один говорит, тычка не видел, другой, там одну поймал. У меня лов будет куда больше, чем, как говорится, одна рыбка. Ну, давайте остановимся на тех ошибках, которые часто допускают рыбаки. Когда вы пришли на рыбалку и сделали лунку, а лучше сделать их сразу две или три. И сыпать туда прикормки не надо, нужно туда отпустить мормышку и убедиться в том, что рыба в этой лунке есть. Речь идет пою о плотве, еще раз напомню. Хотя, этот поем, в принципе, пригодится и какой-то другой рыбе, такой, как еле, к примеру, или подлечь. И после того, когда вы убедились, что рыба в лунке есть, активная рыба, она клюет фактически быстро. Буквально в течение там 20-30 секунд, ну, максимум минуты, если делать проводку от 1 на высоту метр, рыба попадется. И в этом случае, как говорится, добавляем прикормки. Прикормки добавляем немного. Нам не нужно превратить активную рыбу в пассивную. Многие же как. Когда лунку сделали, прикормки сыпнули, удочку подставили и сидим, ждем. Ждем кого? Что она приплывет, а если ее там нет? Так можно долго и упорно сидеть. То есть, сначала ищем активную рыбу и только после этого добавляем прикормку. Ошибка вторая. Когда мы прикормки уже добавили, они все вместе работают, все эти ошибки работают в одной куче. Многие начинают ловить со дна. Но забывая о том, что рыба стоит не у дна, а в 20 или 30 сантиметрах. То есть, то поднимается, то отпускается. А ваша мормышка находится у самого дна. Так тоже можно довольно долго сидеть. И это будет второй ошибкой, которую рыбак допускает в такой ситуации. Чтобы, как говорится, уйти от нуля, эти ошибки нужно исключить. Нужно поднимать мормышку, играя точнее мормышкой от самого дна до полуметра. Иногда бывает даже и до целого метра, если позволять погодные условия. То есть, если, например, нет ветка, вы сидите в палатке, к примеру, там ветра нет. Можно поднять на высоту, как говорится, вытянуть руки и отпускать мормышку вниз, понемножко поигрывая. И вы увидите, что поклевки этой поклевки плацей будут то у дна, то 20 или то 30 сантиметров. И тем самым вам не придется долго и упорно сидеть и пялиться на сторожки, которые никак не реагируют на движение рыбы. Есть еще одна не менее интересная ошибка, это подводная камера. То есть, когда рыбак приходит, плодит лунку, смотрит, под ним куча рыбы там, мечется, бегает. Ну все, правильно, рыбу мы нашли. Добавляем прикормки, ставим палатку, сидим, ждем. Проходит 10 минут, 15, 20, 30, полчаса, час, тишина. Он снова отпускает камеру, рыба есть. Но рыба не берет. Начинаем придумывать разного рода оправдания, почему она не берет. На самом деле все гораздо проще. Это пассивная рыба. Какая разница между активной рыбой и пассивной рыбой? Как вы думаете? Многие скажут, она одна, пассивная рыба, это та, что стоит и не шевелится как бревно, другая плавает. И это будет вашей ошибкой. Пассивная рыба, это та, что не питается. Активная, та, что питается. И отличить пассивную от активной, то есть, как при помощи камеры, которые она там, вы видите, что рыбка бегает, можно только одним способом. Отпустить туда сначала мормышку, а уже после этого добавлять. И если вы поймали рыбку сразу же, то после этого, чтобы рыбку нашу удержать, добавляем прикормки и потом уже останавливаем палатки. Кстати, я хочу напомнить еще одну вещь. Прикормка нужна для того, чтобы, как говорится, рыбу удержать под наши лунки, а не накормить или приманить. И валить много прикормки не надо. Вот мы сегодняшний улов. У кого-то была одна покровка, у кого-то две, кто-то поймал одну рыбу. Но мне, как говорится, удалось все-таки половить побольше. И, возможно, вам эти советы пригодятся, когда вы придете на реку. Вспомните их, и вы уйдете от меня, и наложите больше всех. Всем удачи, всем пока.